Продолжение следует... Отдельное спасибо сказать одному зрителю нашему, Игорю Ишкову. Игорь, привет! Он взялся пересматривать все наши передачи и постоянно пишет. Очень теплые, хорошие вызовы. Спасибо, Игорь. А я тут стал немножко смотреть кое-какие параллельные, такие очень большие каналы на Ютьюбе. Мне стало интересно, думаю, погляжу, думаю, может быть, насколько профессиональные люди. И знаете, вот что обнаружил, даже очень хорошие профессионалы, начиная заниматься церковными вопросами, жутко путаются. Путают Филиппа, митрополита Колычева с патриархом Филаретом. Есть, есть такие. Путают автокефалию церковную с автономиями и с различными подходами к разным, экзархатами, патриархиями путают. Но, в общем, когда начинаются церковные вот эти вот... Даже очень хорошие историки, очень хорошие историки, начинают путаться в этих церковных понятиях. Дело в том, что, к сожалению, история церковная очень большая, она знала очень много и взлетов, и падений. И получается так, что в некоторые моменты это все процветает и движется к какому-то особому рассвету. В некоторые моменты такого падения жестокого достигает, низкого, как будто там уже до самого, до бездны ада достигает. И люди даже не, светские люди не успевают, хорошо ориентирующиеся между рыцарями, разными феодалами, не успевают между вот этими всеми поповскими интригами. Совершенно верно. Не успевают с ориентирующимися. Один раз, один из таких вот историков, очень сейчас известных и популярных, вверху, что первый русский патриарх Гермоген. Да, 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 Гермоген. Видели это, да? А я еще другую смотрел, другой заявляет, что первый русский патриарх это Филарет, который... Романов, это первый русский патриарх. У людей могут быть оговорки, и мы не интересны от этого, и говориться можем, и ошибиться можем. Так что, пожалуйста, включайтесь в нормальную дискуссию, без проблем задавайте вопросы. А вот когда они начинают еще погружаться в какие-то анафемы, там, автокефалии и прочее, там вообще тушите смерть. Они вообще ничего не понимают. Да, они вообще ничего не понимают. Ну да, человек занимается историей чисто практически. Например, археолог, он там ведет раскопки. А здесь, как начинается эта философия, там, я же, вельми понеже, они же все, и на этом заканчивается вся история. Но с вами все-таки... Это чем хорошо? Это вот, благодаря этому, вот, многие такие деятели, как сейчас наши, вот, церковные иерархи, могут врать все, что угодно, но все равно никто ничего не поймет. То есть, вот, например, у нас любят, там, выстраивают какую-то политику, там, поднимают до небес какую-нибудь, там, откричат автокефаль. Мы совершенно автономная, самостоятельная автокефальная церковь. Поэтому мы, вот, что хотим, то и воротим. Логика такая действия. А с удивлением потом, например, обнаруживаешь, что патриархи, например, Паисий Антиохийский и Макарий Александрийский, которые приехали в 1666 году на собор по снятию Никона, их долго, Алексей Михайлович уговаривал, попробуйте приехать там тысячи километров. Вот, когда они пока не доехали, то есть прошло несколько лет, то патриарх Константинопольский и Аким их уже отлучил от престола. И того, и другого лишил Савва. И в историю вошло, что они как бы были нелетимы. И хотя бы потом, представьте себе, как мы тут бодаемся за эту, за Киевскую митрополию, а здесь двух древних патриархов Антиохийского и Александрийского, Константинопольский патриарх своим решением отстранил от управления двух патриархов. И ничего. Ну, тогда давайте с этого и начнем. С этого и начнем. Да, вот как раз у нас получается, что в 1666 году состоялось окончательное низвержение патриарха Никона. Дело в том, что до этого он любил досаждать царю. То есть, если что-то было не так, не по его, он делал демонстративный финт ко нему, уезжал в какой-нибудь монастырь и до свидания. Здесь вот он уехал в Новый Иерусалимский свой монастырь, который построил в Подмосковье. На Истрии. Да, и там себе рукополагал священников-архиереев, забросил полностью московскую кафедру, так ничего там не делал, не занимался. И начал писать кляузу на Алексея Михайловича Константинопольскому патриарху о том, что он лютый, ему сильно мешает и досаждает ему. Не мог стерпеть каких-то требований от Алексея Михайловича. Ну и вот долгий период времени, когда Алексей Михайлович просил, ему подсказали, конечно, его всякие там бояре-додворяне, что лучше не устраивать это учение Никона самостоятельно, а надо пригласить восточных патриархов. Он пригласил их, но они приехали, к сожалению, через долгий промежуток времени. Вот как раз Паисий Андиохийский и Макарий Александрович. А местоблюстителем кто-то будет? А местоблюстителем будущий патриарх Петерим будет. Вот он был как раз назначен митрополитом при Никоне и был управ делами. Управ делами. И вот на этом соборе он не имел, по сути дела, никакой своей митрополии, но у него был такой интересный подонский митрополит. В общем, такой вдоль дона, конечно, имеется в виду. Но и слово «подонский» имело и второй смысл, потому что он был самым ярым врагом Никона. То есть вот никто больше гадостей на соборе не говорил, даже ликуды не говорили ни столько гадостей, сколько умудрился наговорить вот этот будущий патриарх Петерим про своего начальника. Тот торжественно в 1962 году его, конечно, анафеме предал. Причем предал его анафеме за то, что тот самовольно назначил на Киевскую митрополию, которая тогда была под Константинополем, подчинялась Константинополю, назначил епископа, который там протокол, постриг его и назначил епископа. Вот представьте себе, что отношение какое было. То есть на Киевскую митрополию местоблюститель Никоновского престола Петерим по-донски назначает попа киевского. В каком году? В 1962 году. Нет, 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 в 1962 году. А, ну да, ни в каком 1972 году. Да, да. И там, в общем, целая, в общем, была целая заваруха по этому поводу. Да, целая война. Анафем и прочее, все остальное сразу предавалось, и никаких разговоров не было. Значит, вот сейчас я вам даже скажу. Это уже так, это уже было... Да, ну и значит, какие же были... В чем была проблема? В чем же... Оказалось, что Паисий и Макарий уже были сами лишены сана за долгое отсутствие на своих кафедрах. Это греческие патриархи. Да, это два греческих патриарха, которых спокойно Константинопольский патриарх там лишил и отлучил. Вот. Вот я всегда говорю, Филарет, надо же прожить было 92 года, тот киевский, который дождаться, чтобы его вернули сан, анафемы сняли с него и все остальное. Ну и вот, значит, шесть пунктов выдвигалось против Никона. Ну, это вкратце, чисто так, для информации. Это несложно совершенно посмотреть, полно везде есть информации, но некоторые моменты мы с вами обратим особое внимание. Ну, первое, то, что он досадил царю. Как он досадил царю? Да никак он ему не досадил царю. То, что он уехал самовольно. Уехал вот в этот Новоирсалимский монастырь и там сидел, а получилось, что по приказу царя вот этот будущий патриарх Петерим был управделами там в это время патриархии. Ну, тут обиды никакой не может быть. Какие там обиды? Это чисто... Он хотел доказать папство свое, да, то есть, что церковные, духовные законы выше государственных. Значит, и еще особыми пунктами, и Паисий Антиохийский, и Макарий Александрийский, особыми пунктами прошлись по Новоирсалимскому монастырю. Их очень как-то задел... Они же греки все. Их как-то очень задело то, что он, значит, Новоирсалимский монастырь, там, Гора Фавор, Поток Кедронский, Иордан, там, Иордан. Он там понавидумывал, короче... Там вся эта понимика Иерусалимская. Да, 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 вся эта понимика Иерусалимская, потому что он считал, что со временем, Никон считал, что именно вот этот Новоирсалимский монастырь станет Новым Иерусалимом, в реальности станет. Более того, он сказал, он говорил, что второе пришествие Христа будет. А, да, 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 да. Что он там десантируется. Ну, это... Я искал источники, говорил ли он конкретно вот то, что там будет, или это приписывают ему, точно неизвестно. Но информация такая ходила, что вот там, как у нас сейчас любят, что там то Блаженная Матрона сказала, то Бабушка Ванна нашептала, обязательно должно быть там, да, что там какая-нибудь ямка, через которую сатана не перепрягнет, а там заборчик, через которую лицефер не переступит, и прочая вот эти... Такие религиозная муть такая, на самом деле, к сожалению, это действительно иначе как мракобесием не назовешь. Поэтому, если в Евангелии написано, что пришествие Христа будет как молния с неба, будет видно на всю Вселенную, то какой может быть Новый Иерусалимский монастырь, если будет видно, это всей Вселенной, всему миру будет видно. С подготовленной. Да, 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 с Томбонимикой, там комнатку ему где-нибудь на втором этаже, в патриарших покоях, и апостолу Петру Шалашек, и апостолу Павлу Кукушчик, и там всем ему будет хорошо, еще Илье и Моисею обязательно, чтобы они там все жили, и чайок пили, и обсуждали... Это были насущные вопросы. Нет, это просто антропология, антропоморфность такая, всегда человек пытается Бога за бороду притянуть, вот сюда его посадить, и навязать ему какие-то человеческие свойства, божеству. То есть, вот Бог должен так же злиться, как патриарх, например, дурь у него с придурью. Бог, если патриарх дурак, то и Бог должен быть с придурью, это обязательно по-другому, просто невозможно, чтобы было. И начинают приписываться свойства человеческие божеству, и оно все больше, 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 и в конце концов это все в идоле превращается. Самое настоящее идолопатлонство, в любой форме превращается. Вот. Но, знаете, все названия, они его суетными названиями, они его тоже считали, в общем, нехорошим человеком. Дело в том, что Никон еще одну вещь провернул. Прямо перед этим собором он анафематствовал Паисия и Макай заранее. Они его тоже за это привлекли к ответственности третьим пунктом. Ну, то, что он писал жалобы на царя, на Алексея Михайловича, в основном Константинопольскому патриарху, но там чуть ли не римскому папе, писал жалобы по поводу того, что он люто его ущемляет, обидчики мы люто. Вот это все можно считать полной ерундой с точки зрения церковных канонов. Вот это все, что я перечислил, это полнейшая ерунда. Они еще могли дальше написать, что он так досадовал Иисусу Христу, что сам Господь вечером пришел, поднял кирпич и кинул ему в окно. И вот когда он увидел, что Иисус Христос ему в окно выбил, тогда он и опомнился. Но так не бывает. Это очередные, как говорится, красивые сказки. А вот дальше два действительно канонических нарушения, которые допустил Никон. И причем они жестокие, эти нарушения. Это еще со времен апостольских это всегда очень жутко порицалось. Дело в том, что Никон был очень здоровый мужик. Кстати, вот понимаете, вот смотрите, вот он стал патриархом в 52-м году, а умер аж в 81-м. То есть он 30 лет бы был патриархом. Если вот без этих всех заворушек, то мы там посмотрим с вами, кто 10 лет, кто 5, кто 2 года, а тут как Сталин бы, 30 лет практически у власти. Ну, может быть, еще, пожалуй, не эти нервные перерывы. Да, да, да. То есть был очень здоровый мужик. И был дурак еще вдобавок, буйного нрава. И вот известен очень его нехороший спор с Павлом Коломенским как раз по поводу старообрядчества. А мы, кстати, его пропустили. Да, мы пропустили. Да, мы пропустили. К сожалению. Ну, мы сейчас пару слов скажем о нем. Не будем слишком углубляться, но пару слов скажем. Дело в том, что был очень мудрый человек, вот этот Павел Коломенский, о нем очень вспоминают его... Это собор 54-го года. Он был очень скромный, добродетельный, очень редко среди архиереев бывает. Человек, который именно занимался духовной стороной жизни. И вот он дерзнул Никону сделать замечание, что нельзя так со своим народом поступать. Надо аккуратно подумать, как правильно реформы эти проводить. Тем более, там этих всех реформ было 10 пунктов. Ну, столько же, сколько вот здесь, вот когда его Никона отлучили от патриаршества. Немного. Что нужно все сделать аккуратно. Но Никон был буйного нрава. Ему хотелось, чтобы вот он, я не знаю, прямо там небеса к земле пригибал бы. Вот они слушались, его эти небеса. Так он гордыней своей вот и уехал в этот Новоирусалимский монастырь. И здесь... И когда Павел только ему... Павел был скромный человек. И он только ему вот дерзнул такое сделать маленькое замечание. Один из всех причем. Причем один из всех, да. Никто больше не... Никто больше даже и верта не раскрыл. Да, и он упоминает Павла, как он был прекрасным в монастыре игуменом. Какой он был чудесный строитель. Он писал разные духовные назидания такие, которые даже несколько до сих пор даже сохранилось до нашего времени. И, в общем, он был очень любим народом. Этот Павел Коломенский епископ. И вот Никон настолько... Дело в том, что Никон искал во всех поддержку. И вот это замечание Павла Коломенского, это было... Ну, если бы это был кто-то другой, это было бы не страшно. А так самый духоносный человек, самый такой вот... Духовный из всей толпы человек вдруг сделал замечание. И Никон так возбудился жутко, что он страшно бил его. Причем бил собственноручно. Бил его посохом по голове. Залез на него, содрал его с него мантию. Прямо, то есть... Это же неудобно очень. Вот эта вся билиберда поповская, она вот здесь вот застегивается. Такими, если дернуть вот так вот за горло. У меня был один раз случай, я одному архимандриту на хвост наступил, на мантию наступил. И он быстро и шел, и так... И так вот чуть не упал на взгляд. Ну, не специально это. Это было все совершенно еще в студенческие годы и совершенно случайно. Так вот он начал срывать с него эту мантию. Дергал его за голову, через голову в эту мантию. Разбил ему голову посохом. Бил его ногами, сломал ему несколько ребер. И, в общем, причем это так произошло, в такой злобе, да, что многие, некоторые из современников даже разнятся. Некоторые говорят, что и после этого он вышел... Тот как бы помрачился умом. То есть, видно, он его так сильно ударил по голове, что было сотрясение мозга. Ну, представьте себе, что тот был комплекцией в два раза больше. Круто был старенький немощный старичок, а тот был здоровый в расцвете сил, там, 45 лет мужик здоровый. И он, наверное, мог бы бычка на плечо себе носить, и не заметил бы веса его. Это, повторяю, собор 54-го года, когда Никон еще был в силе. Это еще, конечно, он бил его еще... Извините, что мы вернулись. Это ему припомнили на соборе 66-го года. То есть... А в истории, я прошу прощения, в истории-то пишут про Павла, что он ему просто сослали, за то, что он возразил. Он был с ним крайне жестоко. Причем это все описывается в деяниях собора. Прямо указывается, что и многие видели его, вышедшее из ума, и вышедшее из архиерейского двора, где непонятно, то ли его... Волк или медведь загрыз? Зверь дикий. То ли он упал в реку и утонул. В общем, нашли его разводы, разорваны. Как собаки порвали, как волки напали, как хищный зверь. И после этого Никону уже больше никто не возражал. Да, да. Вообще никто. И он упал в какой-то ручей, речка небольшая. И еще и вдобавок там походу и утонул. То есть было все вот это такой вот жестокостью. Вот так у нас водились Никоновские речи. Да, да. Это как в золотом петушке. Помните, тот мудрец хотел заспорить, но с царем накладно вздорить. Царь хватил его жезлом, и мудрец упал ничком. Все. Вот был весь спор. Ну а представьте себе этот посох серебряный, металлический, патриарший. Если ним, он весит килограмм пять, металлический посох с трех частей скручивается, и сверху такая крестообразная такая дуга. Если этой штукой дать по голове, то убить может, вылетит, все вылетит, и зубы, и челюсти, и все повылетает. А если тем более мужик здоровый, ну вот так вот. Это действительно каноническое, это прямо убийство, да, это прямо повлекшее убийство за собой, побои, повлекшее убийство. Ну и он, конечно, умер. Павел Коломенский. Может быть, он бы перешел бы на сторону старообрячества, может, Никон это почувствовал. И вот такая злоба его была, что такая была злоба. Ну и последний пункт, он также бил своего духовника. Вот. Умудрялся бить духовника последние два года свои перед отъездом. Да, да. И причем он его вот так побил, что тот был, лежал расслабленным. И пригласили специально Паисия и Макария посмотреть на него, что вот, пожалуйста, поглядите, как он был драчун какой, и это самое. А на царя он обиделся, что царский посол ударил патриаршего слугу, который не пускал его. То есть там на дверях он поставил дьяка какого-то не пускать. И дьяк не пускал. И тот ему дал за трещину дьяку. И дьяк сразу дверь открылась, или они все вошли, все нормально стало. Даже дядя не в себе был. Да, то есть он, видишь, обидеть других мог, а это все. А это так же, как и сейчас. Церковное руководство начинает считать, что оно дело Божье совершает. Понимаете? То есть вот прямо вот карман открою, а там Иисус Христос сидит в кармане. И все мои действия одобряет. Там лайки шлет, окей, все хорошо, все чудесно. И вот он действительно вот никому видно по мрачению ума. И вот он... Это было два серьезных пункта, за которых его вполне можно было лишить и сана, и всего. Это согласно апостольским правилам. И они его лишили. Они лишили его сана, а местопрестителем остался вот этот будущий Петерим подподонский, который будет потом через, после патриарха Иосафа Второго, будет все-таки годик там он будет. патриархом московским и всея Руси. Но это неоднозначно. Вот все кончилось. Его, значит, сначала сослали в этот самый Ферапонтьев монастырь, а потом в Кирилло-Белозерский монастырь сослали его. Более под такой уже суровый надзор. Алексей Михайлов все-таки его жалел. Он писал там всякие жалобы, все, но здоров мужик был, аж до 81-го года прожил еще там в монастыре. Но в этот момент еще что очень интересный момент здесь мы должны с вами Жене упомянуть. Вот как раз сейчас наступает такой момент, когда вы хотели сказать несколько слов о Федоре Алексеевиче. То есть вот смерть Алексея Михайловича в 76-м году и Федора Алексеевича. Вот у меня здесь есть несколько таких церковных, очень, очень важных моментов. А вы хотели несколько светских задеть моментов. Пожалуйста, я буду рад услышать. Вы знаете, я еще бы тогда, вот сейчас, наверное, коснусь еще одной исторической личности. Это очень интересный человек, который почему-то официальной историей был затерт на второй план. Я так удивился, когда начал читать про него интересные вещи. Это Артамон Матвеев, ближайший сподвижник Алексея Михайловича. Это тот, которого убьют стрельцы, или это именно тот и был отец? Нет, это тот, именно тот, Артамон Матвеев. Оказывается, этот человек, он вообще, он воспитывался вместе с стрельцами. Кстати, вот интересное слово, с какие бунты не были в Москве, думских бояр не убивали. Артамон Матвеев это первый боярин, которого элита, потеря элиты замочили и стрельцы. Это очень сильно связано вообще с темой и так интересно получается из Милославских. Нет. Крылово-Милославское. Нет. Не Нарышкинское. 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 Он сам по себе он притащил Нарышкинского. Нарышкин, наоборот. А, то есть он был сторонником Нарышкина. Да, естественно. И, ну, это вот все, что пишут о нем в истории, что он, типа, дал царю вторую невесту Наталью Нарышкину, Наталью Кирилловну, и вот там. Ну, естественно, царевичи, оказывается, у него была такая богатая история. Это был государственный человек высокого порядка, высочайшего порядка. Мы как-то рассматривали своими, помните, Бориса Морозова? Да. Который, ну, немножко такой прохиндей на свой карман работал. Но в истории оставил себе и про него пишут очень много про Бориса Морозова, пожалуйста. А про Артамона Матвеева практически ничего. Оказывается, он совершал такие дела. Он еще, будучи 26, по-моему, лет от роду всего, лишь софия постаралась. Не, 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 подождите, Софья еще не скоро. Еще, будучи совсем молодым, он участвовал в Переславской Раде и вел вот эти все государственные дела. был послан, послан. Не просто, он организовал внешнюю разведку практически. Вот его надо вообще в истории русской считать родоначальником внешней разведки. Перед тем, как организовать Переславскую Раду, он там целую систему... Надо портрет хороший где-нибудь распечатать. Целую систему... И подарить в этот, в институт. ФСБ, да. Он целую систему разведки организовал по Украине, по этим всем делам, по Польше. Ему стекала вся информация. Он, во-первых, узнавал, кто такой Богдан Хмельницкий и так далее. Всего 26 лет человеку от рода была. И так далее. И он очень ввел вот эти вот дела по Украине, когда присоединили. А там же пошли руины, вот этот вот все разлад, всякие замены там, то Юрий Хмельницкий, то Веговский, Хмельницкий там, Тетеря, все постоянно менялись, изменяли царю, там не изменяли. Но самое интересное, что вот именно Артамон Матвеев вел такую политику в интересах русского государства. Это был государственник, понимаете? Как бы мы ни относились вот к этому присоединению Украины и так далее, но он, именно он, своей вот этой политикой среди вот этого населения польско-литовской территории, а потом, как начали называть, или не начали, Украина, или там, Малороссия, там и так далее. Но на этой территории он, именно благодаря ему создался большой клан людей с симпатией, относящихся к России. И вот это вот так и идет, понимаете? Его прям отцом родным называли. Получилось, что у него хватило ума найти точки взаимосоприкосновения с местными элитами. Я когда вот это читал, я просто поражался, как, почему такого человека вот никто в истории так вот не... не, 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 подождите, это очень интересно. Он участвовал в боевых походах, он был военный и государственный деятель, а потом он был очень большим политическим деятелем, дипломатом. А нам засовывают этого ордена на Щекина, что вот, великий дипломат, организатор, там, того... Да он, этот орден на Щекину был постоянно под контролем Матвееву, понимаете? Он практически без него ничего не мог сделать, а если бы он мог сделать, он бы все Польше продал. Это был пропольский человек, орден на Щекину. Вы представляете, его родной сын с государственной бумаги сбежал к польскому королю. Вот так вот. А потом государь батюшка интересовался в эту ордену на Щекину. А ну как же, как там ваш сынок поживает? Неплохо ли ему там живется? Представляете, если бы... Видно, у него были счета в Калифорнии, он боялся попасть под секторальные санкции. Этот орден на Щекину был просто пропольский человек. Если бы не давление вот этого Матвеева, который опутал своей сетью сторонников России, он бы продал просто все интересы. Ну понятно, то есть было бы как при Петре Третьем. Да, и поэтому после Андрусовского мира, который заключил типа орден на Щекину в 67-м году, потребовалась еще Глуховская рада, которая ставила на место все все вот эти вот вещи, которые недоговорены были в Андрусовском перемирии. То есть с Польшей как бы замирились, разделили на левобережную и правобережную Украину, а вот Артамон Матвеев потом все это добивал, решал, ставил своего Гетмана. Гетман Демьян многогрешный, это вообще интереснейшая личность, ну просто про него извинить, некогда рассказывать. Он ну просто интересный, а может когда-нибудь расскажу? Значит, вот этот Артамон Матвеев в 76-м году, а, ну да, когда умерла Мария Милославская, которую царь Алексей Михайлович очень любил, вот Артамон Матвеев каким-то образом сосватал к нему молодую Наталью Кирилловну, которая была в его доме у его супруги Артамона Матвеева просто, ну как росла при ней. Воспитанница его супруга. Это неубивительно, потому что все бояре пересекались между собой, и вот эти боярские партии, они очень нематно следили за тем, кто кого будет воспитывать. Представляете, потому что через несколько лет этот человек становился на высоких государственных позициях. И вот эти Милославские начали, естественно, падать, когда на Рышкины приходят, а я еще очень... Ну, Милославские они в Софья. Дело в том, что... Да, Суфья долго, подожди. Ну, все-таки Суфья, я понимаю, что Суфья долго. Я прекрасно понимаю, я просто о том, что Милославские поднялись на только вот это все движение, поддерживавшее Софью. А Нарышкины, это, естественно, Нарышкины. Я сейчас говорю о 72-м годе, когда Наталья Нарышкина стала... Ну, это как раз 82-м, как раз вот этот бунт... А вы говорите про 82-м год, через 10 лет. Да, мы сейчас до этого дойдем. Доберемся. Да, вот когда образуется клан Нарышкиных и он пошел вверх, ну, Нарышкины не так, извините, за выражение не борзели, как Милославские. Милославские, несмотря на то, что там были пятая вода на киселе, вот этой царицы, я удивился, вот этот Иван Михайлович Милославский, который мутил всю воду при Софье, он был четвероюродный брат. Четвероюродный это вот такой разветвленный клан Милославских, представляете, во всех воеводствах они везде сидели, эти Милославские, что наш четвероюродный брат добрался до таких верхов. Вот. И Артамона Матвеева, он был очень приятный человек, и со смертью Алексея Михайловича, и с приходом к власти Федора Алексеевича, его убирают, его отсылают в ссылку. И знаете, что я обнаружил? Оказывается, он в ссылке находился вместе в Савакууме. А, ну они все туда, в Пустозерске. Всех за Полярный Круг. Всех за Полярный Круг туда, в Пустозерске, в Устье Печоры. Вот такая вот личность интересная, он просто не раскрыт еще. А почему не раскрыт, я потом еще скажу. Ну, давайте, вот это я хотел сказать к приходу к власти царя Федора Михайловича, Федора Алексеевича. И еще пару слов. Федор Алексеевич был воспитанником Симеона Полоцкого. Симеон Полоцкий это вся вот эта вот Киева-Могилевская вот эта вся братья, которая пришла со своими польскими и униатскими порядками. И он его воспитал, Федора Алексеевича. И с приходом его к власти Кремль стал польским. Представляет, через 63 года после изгнания поляков Кремль стал польским. Туда не стали даже пускать людей без польской одежды. Там говорить заставляли на польском языке. Представляете, если бы в 2008 году у нас бы в Кремль не пускали без одежды эсэсовцев. Вот примерно такая вот ситуация. Возможный вариант. Возможный вариант. У нас же уже танцевали эсэсовской одежде и не только. И выходили там за немецкие войска, заступались всякие колли. Ну ладно. Вот такая вот была историческая коллизия, что в 6 лет который проправил, а он пришел 15-летний к власти всего лишь Федор Алексеевич. Ну что там, мальчик, понятно, им управляли. Управляли эти милославские, которые в него вцепились, которые заставили сослать Артамона Матвеева после смерти Алексея и вот и взяли полностью под контроль вот это все. И в Кремле и на Русь пришла польская власть, понимаете, без всякой войны, без пожарских, без Мининых, без ничего. Они просто пришли и пришли поляки. Кто-то поляки все никак нам это простить не могло, что мы все-таки они так старались, так старались. Да, да, конечно. Федора... Вы слышали сейчас новость, они вам этот нападение Гитлера на Польшу празднуют, а освобождение не празднуют. Почему? Потому что связано с освобождением с Красной Армией, лишь бы не упомянули. Подсунули Федору невесту Грушецкую, польку, вообще чистокровную польку и вот пришли польские правила. Вот это вот я хотел сказать. Очень интересно, Жень, вы знаете, дело в том, что я тоже читал много про Матвеева, но он действительно забыт так будем говорить в исторических кругах особо. Так же точно, как и в свое время Скопина-Шуйского тоже подвинули. Дело в том, что власти не нужны такие герои. Они слишком затмевают собой самих государственных деятелей. Например, если бы его все, что о нем могла, Софья повычеркивала, наверняка поубирала, пока была власти. Потому что зачем нужны такие государственные люди, которые... милославские ради Артамона Матвеева да нафиг вон печку. Иди сюда дьяк там Лейсей, вон там печку видишь? А ну-ка раз и сожгли. И все. Опиши здесь, что вот тут вот Илью Муромца вот здесь, и здесь, и здесь. Замени на князь. И здесь. И вообще и далее по тексту. Илью Муромца замени на князь. И будет хорошо. Я долго думал над темой почему Артамона Матвеева так затеял. И мне какие мысли есть? Можно я в конце скажу? Да, конечно, конечно, конечно же. Значит, ну, что ж, ником в опале. Сидит ником, как говорится, сокол ясный. Как там вот? Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий, нет входа никому. В общем, пока это все дело совершилось в 1667 году и забирают на престол Иосафа II. Помните, Иосаф I мы говорили, а тут Иосаф II приходит. Ну, вообще, по сути дела, толком о нем ничего не известно. Правил он всего четыре года. Одно известно, что в 56 году он был Троицким Игуменем. Вот. Известно, что в Польской войне Могал Алексей Михайлович молился очень усердно и прямо Господь чудо явил, Алексей Михайлович победил в битве. И известно о нем, что в 1667 году он участвовал в заключительном заседании собора против раскольников. Вот это именно тот собор, на котором закрепили все вот эти анафемы против исполняющих старые обряды. вот это было его такая краткая, но как говорится межцарственный период деятельности. В общем, в 1672 году он благополучно скончался, оставив после себя несколько сочинений против раскольников. И вот тут как раз вот этот подонский, царский и подонский епископ, бывший управляющий делами Московской Патриархии Петерин приходит к власти. То есть в 1672 году соборно его избирают, ну, по подтверждению царя, конечно, и значит назначают его без должности вот этой местоблюстителя, он там все равно находился при власти даже Бри и Асафи Вторым назначает его патриархом, ну, избирает патриарха. Тут же его, конечно, опять проклинает Никон. Никон благодействует, он там себе живет, да, его никто там, да, он себе, и значит особо вот этим проклятием он его, почему он его проклинает, он там пишет, что главной причиной послужило еще в 1661 году поставление киевского местоблюстителя Мефодия, вот о котором я вам только что говорил, о том, что попа взяли подольского попа, постригли его в монахи, рукоположили в епископа и прощай Константинопольская кафедра. То есть назначили нарушение всех канонов, назначили киевского местоблюстителя без согласования с Константинопольским патриархом. Единственное, чем Петерим так вот как-то запомнился, это тем, что он крестил Петра Первого, в общем, в 1672 году Петр родился, да, это как раз 7 июля стал патриархом, и вот он крестил в Чудовом монастыре, крестил будущего императора Петра Первого в Чудовом монастыре. Еще он известен печалованием своим обоярине Морозовой. Он написал царю печаловную грамоту, прося ее простить, вернуть, пожалеть и так далее и тому подобное. Но царь счел его просьбу неуместной, так прямо написал, неуместной и отказал ему. Он уже очень был болезненным в это время и благополучно 19 апреля 1973 года он скончался. Оба они, Иоса Второй и Петерин, похоронены в Успенском соборе, в Успенском соборе с правой стороны устины обои. Сам это, кто заходил в собор, видит там сам, в краешке похоронены обои оба этих патриарха. Ну, значит, дальше у нас наступает целая новая эпоха. Эпоха очень серьезная, потому что этот патриарх сыграл большую роль в истории России и не только России, а вообще такого мирового православия. Он оказался очень деятельным человеком и такого деятельного, хорошего, строительного, хозяйского нрава. Его еще в свое время Никон присмотрел и поставил его строителем сначала в свой Юверский монастырь, а потом и в вот этот Новый Иерусалимский монастырь. В общем, еще Никон его приметил, что он был в общем с мозгами человек, безвоемный. Да, я вот о чем хотел. Но начнем с того, что его история была светская. То есть это не просто поповский сын или, например, как мы столкнулись с Никоном, например, или неизвестный какой-нибудь Петерим или Осав, который непонятно тоже, что они в детстве своей юности делали, а скорее всего только в монастырях сидели. А вот Иоакин, он, хотя он всего на 16 лет моложе Никона, он в 21-м году родился, тот в 5-м году, в 21-м, да, но отец его был кречетник или сокольник, как они в те времена именовались, дед тоже и отец, и дед были при царях в высоких должностях. все эти постельничьи, кречетники, сокольники, туалетники, это были огромные должности. Всякие должности. Да, это, ну вот как сейчас, не знаю, там Сечин, Рогозин, там и прочее, все остальное, не меньше, вот такого же уровня люди, тем более, что они всегда могли царю чуть на ухо шепнуть вовремя, когда хотели, когда было выгодно. И у него было трое братьев и две сестры, вот, документательных свидетельств о его карьере до 64-го года ничего не сохранилось, то есть, ну, до 23-х лет неизвестно, но по воспоминаниям его современников, он был очень книжный человек, то есть, в это время его отец побеспокоился о его образовании, то есть, он хорошо знал латынь, греческий, и был грамотный, очень был грамотный человек. Мы еще имя даже не назвали. Да, но это следующий патриарх. Мы говорим с вами о том, что вот, смотрите, значит, у нас краткий период времени, начиная с 67-го года, 4 года правил СА-2, 72-й, 73-й год правил патриарх Петерин, и здесь вот приходит патриарх Иоаким. Иоаким. Да. Значит, как я уже сказал, он из такого, зажиточного, богатого и царского приближенного к царям рода Петра Иванова, сына Савелова, Савелов, Иоаким Савелов. И началось его служение не в поповских кругах. Это вот буквально первый патриарх, который, что я хотел обратить внимание, светский путь прошел. То есть, это не монастырский послушник, не монастырский церковный деятель, а именно светский человек. Вот первое, что мы узнаем о том, что он получил свои первые владения в Можайском уезде, когда ему было 23 года, в 1644 году. Причем это и на Беловозере он еще получил какие-то владения, какие-то деревеньки, которые толком никто не знал. И в 1652 году, как раз в этот момент, когда избрали Никона, он становится стряпчим при царском дворце. Что такое стряпчий? Это, наверное, будет сейчас по нынешним делам чуть не заместитель министра. Да, то есть, он подготавливал документы, послания, письма, ну, это, в общем, работа с документами. Да, значит, в это же время, как было и принято по тем временам, он начал такую военную службу с 1649 или 50 года, поступил на рейтерскую службу Исаака Фанбуковина. Я прямо напечатал, потому что запомнить эти все Фанбуковины невозможно. Или еще, как его по-русски называли, Ван Бокховин. Короче, на бочку, наверное, что-то похоже. Он представлял собой не столько боевую часть, как учебный центр. Видите, то есть, он продолжил обучение для армии нового строя. То есть, уже в то время Алексей Михайлович заботился перевооружением. Я напомню, что новый строй, войска, это как раз из Голландии. Все голландские. Ну мы помним же с вами, что вот это еще при Иване Третьем, как они защищали там северные пределы, эти голландские наемники. Помните, там целая армия голландские в то время ходили у нас. Больше защищали, чем свои собственные эти самые... А как с этим стушинским вором? А с тушинским вором целая голландская армия не будет. Нет, вы правильно заметили же, они-то как раз именно вот эти голландские армии. Они к этому времени и продолжили северные специалисты. Значит, первый свой чин он получил в 653 году поручиком стал. Это будущий патриарх. Это я вот... Я просто посчитал нужным обязательно вот это вот такое светское его житиеское. Потому что до этого такого в помине не было ничего. 23 февраля значит поступил гарнизон в Киев 654 года, когда после Переславской Рады. 23 февраля Да. И вступил в Киев и остался там, составив основу гарнизон, защищать Киев. За это 3 марта ему бы... Звали его Иваном тогда, в монашестве он уже стал Иакимом. Присвоен был чин капитана. Во второй половине 55-го года солдаты покинули Киев и уже участвовали в составе армии боярина Василия Бутурлина боевых действий против Польши на территории правобережной Украины. То есть освобождали уже и правобережную Украину. Кстати, здесь он и познакомился с Артамоном Матвеевым в 1664 году, с полковником. Ну вот здесь вот мы сейчас дойдем сюда. В 1655 году что произошло дальше? В 1655 году он получил неожиданное известие о скоропостижной кончине жены и четверых детей сразу. В общем, это была чума 54-55 года. И это настолько произвело на него сильное впечатление, что он прямо тут же решился постричься в монахе в Киевском Спасо-Преображенском Межгорском монастыре. Этот монастырь, кстати, до сих пор есть. В 1757 году он стал насельником, а вскоре и строителем Валдайского Иверского монастыря. Почему? Потому что в 1756 году его приметил Никон и направил его туда, в свой Валдайский Иверский монастырь строителем. А, это он строил? Да, да. Я там был. Да, Никон это Никон основатель, а он его туда послал строителем. Я про него не слышал ничего. А в 1861 году уже опальный в 1867 году Виверский монастырь, в 1861 году Никон перевел его на должность строителя в Новый Иерусалимский монастырь. Смотрите, какая у человека послужная какой список. Не то, что голубей в монастыре гонял там с колокольной на колокольную, воевал, строил, вдобавок еще и вот два монастыря. После этого он стал Келорем Новоспасского монастыря в Москве. В 1864 году по назначению Чудовского архимандрита Павла на кафедру митрополитов вот этих царских и подонских поставлен архимандритом Чудового монастыря. Он был архимандритом в Чудовом монастыре и очень близкие отношения вошел к Алексею Михайловичу и сблизился вот как раз в это время с Артамоном Матвеевым. Очень дружеские отношения они вошли. В 1672 году он поставлен митрополитом Новгородским, то есть от Чудового монастыря поставлен митрополитом Новгородским. Я сразу обращу буквально два слова, не буду много говорить. Что он сделал сразу? Поборы церковные упразднил. Запретил светским людям ездить собирать дань по церквям и монастырям только с церковным старостом поручил это дело. Запретил светским чиновникам, потому что те, конечно, его употребляли данным положением. 26 июля 1674 года по решению царь все решал. Возведен на престол московских патриархов и получил титул милостью Божию патриарх царствующего Великого Града Москвы и всей России. Алексей Михайлович перепугавшись, вникона он все великим государином, великим государем величал, а тут уже испугался и не стал таких титулов давать. Великого Града Москвы и всей Руси. Но вскоре по восшествию на Пресвятительскую кафедру, буквально совсем через месяц, он вдруг совершил резкий дерзкий поступок. Что он сделал? Он арестовал царского духовника Андрея Савинова по протопопа и посадил его на цепь. Прямо на шею наковал цепь и посадил его на цепь. Царь был жутко возмущен и попытался там прямо применить царскую власть. Но оказалось такие свидетельства были против протопопа не будем слухи всякие нехорошие были всякие дела что царь вынужден был попросить Акима не передавать дело духовника в суд от священного собора. То есть это все замяли потому что и самому царю наверное досталось на компанию. Вот как той самой грязной тряпкой по хитрой морде поэтому чтобы это дело не было там и чернокнижие и прочие всякие нехорошие вещи не будем для тех времен но в общем короче говоря царь попросил это все дело Матвеева тоже потом чернокнижие именили ну естественно что ну вот теперь значит мы с вами подходим к важному рубежу это 76 год смерть Алексея Михайловича и царствование Федора Алексеевича значит ну известно как Федор Алексеевич в действительности был очень хороший человек но мягкий нравом и как бы там кто что ни говорил управляемый да управляемый поэтому сразу же кстати вот тут Иван Милославский сразу взял вверх стал фактическим правителем при царствовании Федора отстранив Артамона Матвеева да отстранив вот того самого Нарышкина и Артамона Матвеева но Яакима он отстранить не смог Яаким к тому времени приобрел не только такой вот ну везде во всех кругах авторитет и в светских и в церковных и отодвинуть его от власти он не смог ну что к чему мы приходим мы приходим с вами к событию 1682 года давайте пару слов скажу и вы здесь пожелаете добавите что такое были стрельцы вот надо это обязательно я так тоже думал надо несколько слов сказать потому что ну как бы у нас не совсем понимают что это такое ну бояре бояре и боярские дети это была конница то есть они в русском войске составляли тяжелую кавалерию то есть это они могли содержать лошадей боевых холопов там кормить этих лошадей сено и прочее все остальное а стрельцы это была пехота то есть без пехоты тоже невозможно проводить боевые действия и это при Иване Грозном появилась вот такая вот боевая единица до этого были ратники там всякие все а здесь именно вот как стрельцы но как они появились а появились они же не очень интересным образом им не платили государственную зарплату они жалований не получали и земли они не имели как бояре как дворяне как бояре земляне не имели что же они имели а имели они право не тянуть тягло то есть не платить пошлины не платить налоги и вот эти все стрельцы они как сыр в масле катались они начинали бизнес как в 90-е годы гешефт они начинали торговать всякой всячиной и не оплачивая налоги довольно таки изрядно сильно богатели и вот как раз в этот период вот как бы вы сами говорили тоже не раз его называют малым смутным временем вот эти стрелецы это гражданская война вот этого периода вот как раз стрелецкие вот эти бунты 80-х годов она именно основывается базу она имеет вот на вот этой торговле то есть для того чтобы устраивать какие-то такие московские заварушки надо иметь финансирование данного проекта просто так солдаты сами бы не смогли устраивать какие-то серьезные такие вот недовольства а они выступали как целый класс то есть были ремесленники было духовенство а был целый класс стрельцов то есть это было ну как я не знаю какие-то купцы мещане они получали жалование в военное время да они получали жалование только когда были боевые действия на содержание ну действительно в дороге тоже надо тоже как-то все содержать а это было не каждый война была не каждый день и вот когда войны не было они жили за счет вот этого освобождения от налогов и поэтому мы приходим сейчас вот к 1682 году тому что возникло целое сословие новое в Москве на Москве это стрельцы это прямо реальным образом настоящее сословие которое получило грандиозную вольницу прямо реальную вольницу получило потому что события 1982 года показывают нам какую они взяли силу дело в том что будучи еще при дворе будучи высоким государственным деятелем начальником над всеми стрельцами был Артамон Макеев еще был начальник силовых структур и при нем был более менее порядок и они его очень сильно уважали абсолютно верно а тут 6 лет без него пока он сухий теперь Артамона Макеева сослали а Милославские замутили воду причем самым настоящим образом они преследовали свои цели отодвинуть всяческим образом все Нарышкинское чтобы можно было как можно подальше отодвинуть потому что уже идея царствования Софьи она в их умах крепко вырисовывалась хотя это было сложно потому что все таки женщина во главе Руси это в то время было что-то нонсенс какой-то но все равно они понимали что ее можно просто решить при малолетних царевичах Петра и Иоанна царями а ее еще произошел один момент умирает вот эта польская жена Федора Ивановича Грушецкая и он женится на Апраксиной то есть это была уже более-менее такая ну тоже близкая к пропольским кругам но все-таки более русская дама которая попросила мужа вернуть Артамона Матвеева из ссылки и вот это-то долбануло как раз по всем Милославским что Матвеев сейчас возвращается и сейчас тут что-то произойдет то есть это возврат опять Нарышкиных к власти и все караул понимаете и наша власть уже Милославских рушится а у них одна только надежда теперь на Софью да больше другого варианта нет и тут буквально с возвратом этого самого умирает Федор Алексеевич неожиданно неожиданно вы представляете есть два мистических момента вот в этой истории его все вы не заметили как только разгромили Соловецкий Монастырь через две недели умирает Алексей Михайлович как поджигают этого наруча по ротополу Бавакума умирает Федор Алексеевич возвращается Артамон Матвеев 11-го числа в Москву а 15-го грохнул Стрелецкий бунт да 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 вы совершенно правы причем он грохнул не просто так значит кто-то в Троице Сергию да как раз май месяц кто-то пустил в Троице Сергию Лавришу удавили царя Иоанна мол типа подождите удавят и Петра а Яким уже к этому времени ну он не к этому времени чуть попозже он он 25-го июня быстро это 82-го года венчал на царство Петра и его старшего сводного брата Иоанна это буквально через месяц будет пока нету это да значит провозглашен был Петр царем а Иоанн соправителем потому что он был болезненный понимали что с него толку не будет а Петр был такой мальчик боевой понятно было что будет вот что и вцепились Милославский как только умирает Федор тут же провозглашается царем Петр а Милославский натравили ну как это нарушен закон это самое и почему обошли Иоанна Иоанн Старше и вот все это товарищество собравшись в Стрелецкой Слободы и вот этот полк который стоял в Александровской Слободе вот в Троице Сергиевой Лавры все это двинулось на Москву причем учинили они они прямо вот слово бунт очень хорошо здесь подходит это был самый настоящий Стрелецкий бунт то есть сначала они пришли и тут выходит и Аким и это мать Наталья Нарешкина выносит Петра Моцаревича на руках выходит Иван Старший показывает что никого не задавили все живы все хорошо и вроде расходитесь по домам и все нормально и вдруг кто-то из толпы кричит что значит какое нам дело там до Петра там и Ивана давайте там Софью на царство Софью Регеншей Софью пусть они хоть обои будут цари это прямо есть в летописи написано но Софью Регеншей при них и тут Артамон Матвеев крикнул что расходитесь по домам что вы там и его а он же как бывший их начальник да что вы что тут собрали ну-ка давайте он довольно другого они пожгли Москву пограбили дома и его скинули на бики убили из Нарышкиных из Нарышкиных из Нарышкиных всех дядьев Нарышкиных поставить на престол это было все Милославскими очень глубоко продумано даже больше я вам дам пример и вы поймете тут даже ну вот можно что говорить но есть археологические памятники которые вообще доказывают все на раз-два они умудрились на Красной площади поставить памятник к всему событию то есть стрельцы своей стрелецкой слободой так как купцы мещане там попы поставили памятник это была такая стелла четырехугольная на которой было написано что они все что они сделали 15 мая 1682 года по делу Божию совершено и если кого убили то на то Божья воля не то что они убийцы и гунтовщики а вот что сам Господь Иисус Христос им благословил как сейчас папы сделают какую-нибудь гадость и сразу изволили себя Духу Святому и нам возглавил их Холанский и поставили памятник на Красной площади прям и Софья тут поняла что это как раз и есть Хованщина мы же об этом и говорим да это слово само не прозвучало по Стрелецкой предводителя и Софья поняла что она попадает под власть Стрельцов и она быстренько так тихо без крови без ничего но вольницу эту Стрелецкую к ноябрю месяцу прекратила смотрите всего июнь июль август сентябрь октябрь полгода она настолько поняла она уже тут все Софья пришла к власти мы будем говорить она будет у власти до 90 по-моему 90 года там даже больше в июне месяце провозгласили что два брата будут селить на одном троне да сделали Иван и Петр двойной трон сделали Софья при них Ригенши и вот значит 25 июня 82 года Яким венчал их обоих на царство да ну в чем еще тут пару слов можем сказать Якиме в 86 году он исходатайствовал царскую грамоту они подсудности лиц духовного сана гражданским властям то есть попов не могли судить светские судьи только церковным судом вот в 87 году он установил общую для всех епархий норму церковных даний и пошли вот и получается что Софья благополучно с 82 по 89 год процарствовала то есть 7 лет она находилась в власти до 89 года когда Петр удрал в троице Сергею Лавру вот до этого момента то есть 7 лет она находилась вот этот вот к чему я подытоживаю то что со своим помощником и фаворитом Василием Голицыным ну да ну батюшка тут очень важный момент мы пропустили очень много времени конечно все это заняло прошу прощения но не могу не сказать мы должны закончить тему раскола потому что в июле месяце когда весь этот бунт происходил а в 81 год еще нет 82 год когда весь этот бунт происходил когда царей венчали стрельцы потребовали пошли со староверческими лозунгами они начали уже кричать давайте вернем старую веру вот на этом надо закончить вообще все давайте давайте тогда давайте они затребовали диспута с самим патриархом и акимом и со всей правящей кликой что надо старую веру вернуть вот это было еще во время этого стрельцкого бунта и в принципе никто им не мешал вернуть старую веру и состоялся диспут выдвинули несколько человек шесть человек называли злая шестерица и во главе их стоял суздальский поп Никита Добрынин которого потом в истории прозвали Никитой Пустосвятом да да которые тоже дракой били там не то что били и вот они добились стрельцы своим вот этим бунтом чтобы состоялся диспут о старой новой вере Никита Пустосвят к сожалению на площадь он не вытащил и акима они его затащили в грановидую палату там что-то полаялись поругались и на следующий день Софья отдала приказ стрельцам схватить этого Никиту и его казнили вот так закончился раскол после того как уже стрельцов всех порубали ну не порубали а отстранили от всего этого дела то есть задавили стрельцы вынуждены были поклониться в ноги Софье Хованских казнили братьев которые стали силовиками управлять хотели и вольница закончилась и в это время патриарх и аким пишет 12 статей для Софьи которые полностью положили конец всему вот этому то что связано с расколом то есть русский народ 12 драконовских статей предусматрившие наказания для раскольников предусматрившие наказания для раскольников в принципе для русского народа я вот что хотел сказать на чем закончить вот эту тему раскола после этого народ стал в изгнании элита и русский народ полностью были разделены и еще если но издали этот закон не в 82 году не в 85 да 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 то есть эти статьи готовились и их на соборе как бы прописали 81-82 год был же собор типа собора и они прописали а приняли как закон в 85 году при Софье так что по сути дела самой такой ярой гонительницей оказалась Софья Софья и Аким да ну и Аким да конечно ну вот опять же связь с Никоном ну буквально тогда пару слов раз вы так еще затронули я хотел еще про Матвеева сказать конечно 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 значит я вот долго думал почему вот так в истории это самое вы знаете это был это был русский вельможа русский потому что вся история которая потом писалась под Петра она должна была обосновать приход к власти вот этой всей немецко-польской аристократии понимаешь русский человек не вписывался в их историю понимаете и про него говорили но говорили так сдержанно они не говорили что это был большой и великий государственный деятель вот мне своей деятельностью напомнил Бориса Годунова понимаете столько в его руках сосредоточено было власти и всяких вот государственных деяний так я что хотел еще несколько моментов отметить значит действительно будучи русским вельможей будучи русским сановником он показал как можно патриотично будет бороться за интересы отечества и государства что для чего до того времени это было очень большой редкостью большой нонсенс значит что сделал Иаким вы правы совершенно он принял признал необходимую борьбу против раскольников старобрядцев просил царя подтвердить постановление собора 1967 года об отсылке старобрядцев к суду обязательно к суду отбирать старинные книги сжигать давать новые следить за порядкой выписок всяких чтобы было все только по новопечатным книгам определил разорять старобрядческие скиты монастырей часовни поселения старобрядцев вокруг них то есть представьте себе там живет тысяча человек например и все они на улице вдруг оказывались зимой например с рубах казнить людей потом значит после того как пустосвято убили казнили его придумали слово увед духовный вряд ли его сам Яким написал но Яким сотоварищи будем говорить в ответ на просьбу вот эту челобитную которую подали старообрядцы о возвращении старых обрядов в 82 году вот написали этот увед духовный 50 страниц там аж в нем он быстро бы так его просто не написал там до 5 июля значит это состоит из четырех частей исторической и полемической первое излагается дело исправления церковно-босслужебных книг приниками доказывается законность а потом естественно ругаются стрельцы что они неправильно челобитную подали и вообще древние книги все дури ну и вот в 85 году 12 статей предусматривших казни значит еще очень важный момент нужно два слова сказать это Анна Кашинская Анна Кашинская это древняя русская святая и лежала она в Кашине двоеперстного сложила она вот так перста и молилась то есть будучи уже мощами в логробе да и очень много людей приезжало посмотреть вот на это удивительное нетление мощей и два перста это позорнейшая история сейчас прозвучит в общем в 677 году была послана специальная комиссия туда которая объявила Анну Кашинскую не святой а святые мощи Анны Кашинской не святыми и недостойными поклонения и целования как они это определяли вот вы знаете вот сейчас вот вызовите патриарха Кирилла там или митрополит спросить как на запах они на вкус они это определяли это все в общем это полнейшая муть муть называется в общем мощи Анны Кашинской поместили в могилу могилу снесли но нет в общем она была ни в чем не виновата но оказалась крайней было собрано два собора малый церковный собор который подтвердил правомерность действия и почитание Анны отменил а потом был еще собран а все храмы переименовали и в честь нее построены потом был еще собор великий 79 года который под председательством потом запретили под страхом анафемы почитать Анну Кашинскую как святую но ничего это не помогло потому что почитание сохранилось до сих пор да и в народе это почитание было всегда это супруга тверского князя Михаила Тверского да ну что еще свершилось в 86 году киевская метрополия была подчинена московскому патриархату полностью потому что пришла бумага вот представьте себе это с 54 года по 86 незаконно управлялась метрополия только в 86 году пришло от Якова патриарха Константинопольского разрешение и разрешение такое хитрое пришло назначать киевских метрополитов давайте может тему отдельно отдельно да еще нет еще буквально два слова чем он еще знаменитый Яким тем что боролся с латинизацией поскольку с Украины очень много пришло и поклонение хлебу и вину то есть ересь поклонение до присуществления тела и крови Иисуса Христа из вина и хлеба совершалось заранее как бы некое поклонение и вот это была целая борьба что поклоняться можно только в определенный момент после приложив там Духом Твоим Святым и это тоже еще одна церковная мракобесия конечно муть которая привела к очень многим проблемам высылки там разных священников духовенства но заодно иезуитов за компанию выслали из Москвы ну вот на этом мы закончим но есть еще одно буквально два слова буквально два слова что мне очень понравилось и будет интересно нашим слушателям оказывается Федор Алексеевич во-первых Иосаф отказался отпевать Никона к патриаршам учения а Федор Алексеевич попросил патриарха Иосафа Якова 5 мая 82 года получил бумагу от патриарха Константинопольского Якова о прощении Никона о возвращении ему всех санов и званий покойнику и его поминовение как патриарха кстати участвовал он сам в отпевании Федор Алексеевич многократно целовал ему руку и читал Кафизму 17 над гробом Никона ну и самый интересный момент оказывается что в 1680 году Симеон Полоцкий представил Никону доклад в котором предлагал на территории Белоруссии на территории Украины Москвы и Сибири сделать 4 патриархата 4 отдельных патриарха белорусский патриарх киевский патриарх московский как бы это самое и сибирский да но московскому патриарху предстояло именоваться папою и он был должен быть в троице сергиево-лавре как бы некое такое вот знаете вот воистину люди размышляли о том что весь Иерусалим все перейдет центр православия будет в Москве и это было реально и Федор Алексеевич над этим делом изрядно размышлял но не решился да еще и Никон умер если бы а как раз роль папы предназначалась Никону роль папы почему он разрешил ему вернуться в Новый Русалимский монастырь но Никон по дороге напротив Ярославля скончался вот такой вам интересный исторический факт папа не в том смысле что папа римский папа это патриарх Константинопольский до сих пор называется патриарх Константинопольский и папа нового града Рима нового града да Семен Полоцкий весь был пронизан у него это такой вариант русского папства его интересовал спасибо очень интересно извините что долго ничего зато кое-какие интересные закончить надо было тему раскола и я думаю в следующий раз вы нам расскажете про подчинение киевскую митрохолию Московской патриархии прямо отдельную тему как раз 86-й год вот как раз вот-вот Петр Первый прямо нас насят все как раз 89-й всем спасибо всего доброго вас всех с Рождеством прошедшим святками и грядущим крещением и грядущим и грядущим Продолжение следует...